Точная копия подводной лодки Ярославский Комсомолец изготовлена на судостроительном заводе и передана в дар городским властям. Примечательно, что лодка такого класса была героиней художественного фильма о моряках-подводниках, сражавшихся в Великую Отечественную. Мой коллега Евгений Полковников рассказывает. Ярославский Комсомолец это фронтовая лодка. Память о ней будет увековечена в нашем городе. А вот сделать не макет, а копию субмарины оказалось довольно непросто. Судостроители собрали ее из сэкономленного металла. Понадобилось 7 тонн. Получился памятник, который не отличишь от настоящей подлодки. Это точная копия, стопроцентная копия, то есть один в один сделан. То есть мы подняли все архивы, все подняли все чертежи, нашли теоретический чертеж. Все полностью раздавали. На Плазе, Плаз это место разбивки вообще полностью корабля, мы вычертили его в натуральную величину. И отсюда снимали все размеры, все развертки. Такие лодки на флоте называли малютками. В немецких портах они наводили немало шороху. Моряки знают о командире Старикове, герое Советского Союза. Он плавал на малютке в войну. История одного из его рейдов даже была основой сюжета в теперь уже легендарном советском фильме «Командир счастливой щуки». На такой подводной лодке Стариков зашел в норвежский ферд и, имея на борту всего две торпеды, как мы говорили, два торпедных аппарата, двумя торпедами утопил два транспорта немецких. И благополучно ушел из этого ферда. Копию лодки передали представителям мэрии. Такого памятника фронтовикам в Ярославле еще не было. В этом его уникальность. Мы будем вспоминать всех погибших моряков, которые сложили головы за отчизну. Ветераны флота говорили, уже тысяча фамилий этих моряков известно. И мы будем на Тверицкой набережной продолжать эту работу, чтобы каждый из них не остался без внимания. Лодку-памятник на заводе погрузили на баржу. Она доставит ее в Заволжский район, в Тверице. Памятник торжественно откроют 27 июля, в день военно-морского флота. Памятник лодки Ярославский комсомолец установят вот там, на Тверицкой набережной, рядом с храмом Зосимы и Савадия. Достопримечательность оснастят подсветкой. Она будет включаться одновременно с фонарями самой набережной. Так что вечером или ночью памятник морякам-краснофлотцам можно будет увидеть даже отсюда, со стороны Ярославского речного вокзала. Евгений Полковников, Максим Сушанов. Евгений Полковников, Максим Сушанов.